Славянский район продолжает приходить в себя после ливневых дождей, обрушившихся в выходные. Подтопленными оказались несколько поселений, в том числе и город. О том, как шли восстановительные работы после разгула стихии, смотрите в первом материале выпуска. С 12 августа на территории района выпало 178,4 мм осадков в виде дождя. Основной удар стихии пришелся в ночь с 13 на 14 августа. Ливень со шквалистым ветром не прекращался до самого утра. В результате в городе и в некоторых сельских поселениях были повреждены линии электропередач. Большая часть района осталась без света. Сильный ветер вырывал с корнем и ломал деревья. Непрекращающийся практически в течение суток дождь вызвал многочисленные подтопления. Особенно пострадали Петровская, Черноярковская, Прибрежная, сельские поселения, поселок Голубая Нива и Славянск на Кубани. Вода находится у вас где? В доме нет воды? Ну прибывает вода, правильно? Телефоны горячей линии администрации района и Единые службы спасения круглосуточно принимали звонки от жителей. С 13 по 15 августа поступило 608 заявок на отвод воды с потопленных участков. В 310 домов зашла вода. Прошлой ночью вода была, но она чуть-чуть в дом не зашла, до крылечка поднялась, в принципе откачали. Я только на кухне всю воду вычерпал, полы вымыл. Думал, оно опять за ночь налило, что все запопило опять. Работа по откачиванию ливневых вод велась круглосуточно. Над устранением последствий ЧАЭС в городе и районе трудилось более 500 человек, 167 единиц техники. Для восстановления электроэнергии были задействованы все бригады славянских электрических сетей, привлеченные электрики из соседних районов. Координацией действий всех служб занимался оперативный штаб при главе района. Главы поселения, представители управления МЧС, служб жизнеобеспечения докладывали о проделанной работе, о возникающих сложностях, искали пути решения проблем. 14 откачали, всю ночь качали, вроде бы движение пошло, теперь опять там набралось вода. То есть у тебя 83 дома с водой? Да, 83 дома с водой. Уровень? Где-то 10, где-то 20, даже до 30 доходит. Для жителей, чьи дома были потоплены, были организованы два пункта для эвакуации – в пятой школе и парке отеля «Уют». В первые сутки стихии никто эвакуироваться не захотел. Позже четыре семьи были размещены в гостинице. Для уточнения последствий подтопления в городе и районе были созданы рабочие комиссии, которые обследовали пострадавшие домовладения, составляли акты о порче имущества для дальнейшего принятия решения об оказании пострадавшей материальной помощи. В районе продолжает действовать режим ЧАЭС. Последствия разгула стихии еще устраняются. Анна Мостренко, Игорь Иванчиков, Георгий Калинин. Программа «События».